Я Миклихачев, чтобы сказать, чтобы я умные какие-то говорил, правильные фразы, чего делать надо людям, чтобы они были счастливы. Я на своем примере, скажу, в этой Москве, с моей внешностью, в мною любимой Москве, мне приходится часто выкручиваться. Особенно, когда все эти чеченские компании были, афганские компании были, народ как на меня реагировал так странно. Я выкручивался, захожу в метро, и вдруг смотришь, человек на меня посмотрел, женщины, вот конкретный пример, с какой-то ненавистью, ну не понравился ей, но с ненавистью. А рядом с ней свободное место, а мне ехать далеко. Я думаю, ну плевать, я сделал вид, что не заметил ее взгляд, смысла в ее взгляде, и я сел на это место. А напротив, ребятки молодые, они меня узнали, я по их шушукам не понял, что они меня узнали, еще так кивнули чуть. И я тогда думаю, а они меня не обращают, типа, внимания на тетку эту. Но я хотел ребятам показать, что мы актеры в любой ситуации, выкрутимся. И тогда я к женщине обратился с вопросом. Я говорю, простите, я просто в 70-е годы очень любил читать Карнеги. Помните, Дейл Карнеги, там как наладить отношения, перри, быть счастливым и так далее. И вот по этому учебнику, товарищ Карнеги, я к женщине обратился и говорю, простите, а вы верите в любовь с первого взгляда? Эта женщина посмотрела на меня, если что, больше ненавистью, и отвернулась обратно в сторону. Ребят захихикали, думаю, ни хрена мысленно. Сейчас я тебя победю, тетя. Я через какие-то секунды опять говорю, простите, а со второго взгляда вы верите в любовь? То есть я второй раз к ней обратился. Тут это античеловек, по-другому не назвать. Посмотрел на меня и громко сказал на весь вагон, чтоб ты сдох, и отвернулся. Ребята, они тоже заржали. Хорошо, была станция метро Новослободская, и дверь открылась. Я выскочил, потому что я понял, Карнеги в этой стране не проходит. Вот это же живая реальная ситуация. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова